А сейчас мы поговорим с психологом, с Анной Сергеенко, с человеком, который знает, ну, мне кажется, все бытовые моменты и решает их. Итак, мы говорим про уборку, да, представляете, про чистоту в квартире. Здравствуйте, мы берем, здравствуйте. А, доброе утро, да, я уже все, я с вами поздоровался заранее просто. Здравствуйте, да. Итак, есть люди чисто плотные, вот прям чистюли, вот педанты в этом деле, что все должно быть, да, а есть те люди, которые, ну, там, у грязной посуды, ну, вот здесь. Ну, это как происходит так, почему у людей-то, откуда это идет у них? Из образа жизни или... И образ жизни, и поколение, и воспитательный, да, процесс, то есть в какой семье, соответственно, росли. Конечно, если вы росли в семье педанта, вряд ли вы будете грязнули, правильно, либо наоборот, соответственно. Не факт. Ну, конечно, всегда бывают исключения, да, всегда, то есть мы понимаем, как говорится, в семье бывает и наоборот, там, прививаю чистоту, да, ребенок, да ладно, ладно, творческий беспорядок, мне это очень нравится. Очень сложно уживаться на самом деле людям, когда педант, особенно если патологический, да, сейчас эти люди, конечно, одни, потому что, ну, очень крайне сложно ужиться с таким человеком. И когда человек, творческая личность тоже очень тяжело, потому что мы знаем творческий беспорядок, да, что это такое, когда там холсты рисуют, тут же кофе и чай, тут же все, сняли, бросили. И поэтому, конечно, людям тяжело уживаться, вот, особенно, когда настолько разные. А вот на вашей практике, что вам кажется, я не знаю, как это называется, более серьезной патологией, когда сильный аккуратист или когда сильный вот этот, как, что вы встречали больше? Грязнули? Ну, наверное, все-таки, на самом деле, да, и когда слишком грязно, ты заходишь домой к человеку, да, ужасный беспорядок, ты понимаешь, что, ну, как так можно жить, да, но и когда человек все время все вот по полочкам, все в рамках, все в каких-то вот должно, и ломало, ладно, если он так живет сам, но он же иногда заставляет так же и окружающих, да, свою там вторую половину, еще что-то, это очень трудно так, на самом деле, все время, когда тебе, тебя контролируют, да, не так поставил, не так положил, не так сделал. А если вот брать, не брать вот эти крайние случаи, когда совсем захламели, когда открываешь дверь, а там уже, и наоборот, вот крайние не берем случаи, а просто люди, ну, вот я не очень люблю мыть посуду, например, а Валера говорит, да, Таша, что это, тарелку за собой не может, и так далее, или наоборот, я ему так предъявляю, да, как вот эти скандалы из-за чистоты вообще прекратить? Решение, найти вот общий знаменатель, я понял, да, вопрос, потому что это нормальная ситуация, и как нам, чтобы не ссориться на этой почве? Ну, первое, это, конечно, всегда все советуют, когда ко мне приходят пары, это нужно договориться, поговорить. Опять же, очень часто люди разговаривают, да, и какие-то компромиссы, я, допустим, это мое рабочее место, моя кухня, да, там, не важно, там, мужчина или женщина, кто там любит готовить, так, пожалуйста, вот иди там себе в кабинет рабочий, там наводить порядок, ко мне не лезь, к моим баночкам, скляночкам, пакетикам не лезь, не трогай и так далее, да. Если посуда не нравится, как я помыла или помыл, пожалуйста, перемывай мой, это как бы твое, да. То есть нужно, конечно, либо искать компромиссы и пытаться разговаривать, либо так, не нравится, сам делай, либо сама делай. А, тебе предложи другой вариант, альтернативу какую-то этому. Либо смирись, но так же, как очень часто говорят, вот я хочу сохранить семью, ко мне очень часто приходят, да, ну вот там она там грязнули, или он грязнули, или там вот меня не слышат и так далее. Но опять же, какими жертвами вы хотите сохранить семью? Может быть, все-таки лучше разъехаться, и ты, допустим, будешь в идеальной чистоте, ты в беспорядке жить, либо все-таки, если вы любимый человек, да, то есть нужно все-таки искать компромиссы, это в первую очередь. Я хотела сказать, а вам встречались случаи, когда люди в бардаке-бардаке, при бардаке жили и очень счастливы? Да. Серьезно? Вот, навалирую. У меня есть знакомые такие, с которым приходишь домой и так смотришь, а им хорошо, им комфортно. Вот, допустим, я, да, но я не педат, но, как бы, за чистоту люблю, да, но я так захожу и думаю, как можно людям комфортно? Но если людям комфортно, пусть живут, это их. Но с другой стороны, конечно же, вам же приходят гости, вам же приходят знакомые. То есть это не значит, что что-то в голове вот такой же бардак или в душе? Это нет такой связи? Я думаю, что это все-таки нет. Слава Богу. У меня еще дома не были, да? Отлегло. Слава Богу. Нет, бывает же, на самом деле, что вообще даже такие бывают, что внешний человек идеально, да, там, выглажен, надет, там, с иголочки, все, а дома бывает очень даже... Он говорит, я вот с собой слежу, дома должна следить там жена, ну, либо наоборот, там, либо домохозяйка, либо там, кто там, бабушка и так. Сейчас мы ненадолго прервемся, блок полезной информации, и эту тему горячую мы продолжим обязательно. Ты объясни, ну, я же убираю, я же все убираю, нет, она говорит, все равно, она ходит где-то по сусекам мои носки. Может быть, они как-то рождаются там, не знаю, из личинок, не знаю чего, вот эти носки разбросанные, а? Ладно, все. Мы с тобой переговорили. У нас же с нами психолог Анна Серегиенко, которая нам помогает решить все эти бытовые вопросы. Как не передраться из-за простой банальной грязной посуды? Да, банальная грязная посуда, разбросанные носки, незакрученный тюбик пасты. Невидимки раскиданы везде. Нам, кстати, это не решить вопрос на самом деле. Ну, вот не решить, все равно это будет, да, это можно решить на какое-то время, договориться, и все равно он будет через какое-то время опять разбрасывать носки и опять не закрывать тюбик. Ну, просто у каждого восприятие своей чистоты. Мужчины видят, допустим, чистоту так, женщины так, да? То есть, почему он не может закрутить этот тюбик? Ладно, у него такая привычка, но он же знает, что я просила. А вы замечали, как мужчины пасту зубную выдавливают? Вот надавили один раз и так же поставили либо положили. То есть, они не расправляют тюбик, а женщина выдавила, она его расправила и красиво положила. Да. И вот вопрос. Ну, я же ему говорила, да ты просто закрути, ну тебе сложно, что ли? Почему он не закручивает? И что, допустим, на это говорят мужчины и женщины? Что вы напали-то на меня все, а? Сейчас отвечу за всех мужиков. У вас тоже есть свои трудности. Ну, объясни, почему нельзя закрутить? Я... Возможно, это я не контролирую себя. А если тебе вчера я просила, проконтролируй, пожалуйста, себя. Давай придумаем способы наказания. Наказать Сенькина. Кстати, очень даже, да, если не будешь закручивать тюбик, покупаешь мне новый тюбик. Как вариант, то есть, тогда, следовательно, ты бах и ну... Плохо там не помоешь там кружку за собой, вот все, завтра идем в кино со мной. Или там в кино, на которое я хотела фильм. То есть, вот такое можно придумать наказание какие-то и приучить человека к какому-то порядку, чистоте. Если это коллеги. Если это коллеги. Да, да, да. Которые разбрасывают бумаги, например. Которые оставляют за собой грязные кружки. И не убирают. Которые, да, там, не знаю, в общем холодильнике офисном, например, оставляют что-то там, что-то... Ужаль, да, не убирает, все остается, все портится. Вот как в коллективе решить вопрос? Что делать? Ну, вот честно скажу, у меня работа была, тоже в офисе работала, быстренько расскажу. У нас тоже была такая проблема с грязной посудой, да. И так как я очень такой, ну, лояльный человек, в основном мыла ее я. То есть мы, допустим, кофе попили там в 10 утра, там в 9 пришли на работу, в 10 попили кофе, в обед-победали, посуды накапливаются. Раз помыла я, второй раз еще там одна девушка помыла. В конце концов нам надоедает. Мы составили график. Просто составили график поверхности. То есть в понедельник, допустим, Анна, во вторник там Екатерина, в среду Наталья там, Евгения и так далее. Это очень помогает на самом деле приучить порядку. Потому что иначе это начинается доводить даже до ссор и так далее. Потому что по-другому никак. То есть, потому что все начинают, почему я, почему он, почему и так далее. В общем, вопросы чистоты, они ключевые. Да, мы вас благодарим. У нас в студии Анна Сергеенко, психолог. Сегодня помогла нам разобраться в простых бытовых вещах, как не поругаться из-за грязной посуды. Все, график. Нашим сотрудникам, коллегам мы сегодня это скажем. График. Составим и все. И проблем не будет. Я думаю, все будут счастливы, довольны. Огромное спасибо. А также это способы наказания, да, кого там? Наказать. За грязную кружку, да. Я мою все.